Мероприятие, посвященное годовщине создания движения за совхоз, за людей, за достойное будущее, прошло в здании администрации поселка. На нем присутствовали местные жители, руководитель территориального отдела Картинский Андрей Звеков, волонтеры организации, представители совета поселка и сопредседатели движения, депутаты Мария Гаевская и Артем Грудинин. Не смог посетить торжественное мероприятие еще один сопредседатель, Александр Баюклин. У нас очень-очень получилась хорошая команда. Я думаю, что самое лучшее, что мы за этот год вынесли, это вот эти люди, которые примкнули к нам, которые вместе с нами высказывают то, что происходит на территории поселка, помогают нам советом, словом, обращают внимание на проблемы, которые есть. И самое главное, что вместе мы точно победим, вместе мы силы, и, наверное, это самое лучшее, что за этот год произошло. За это время участники и волонтеры общественного движения организовали несколько десятков субботников, в ходе которых проводили облагораживание и озеленение поселка. Регулярно помогали школе, очищали дороги от снега зимой, убирали мусор, красили бордюры, обрезали деревья. Постоянно участвовали во всех муниципальных и областных субботниках. Сопредседатели движения каждую неделю проводят прием граждан. Кто-то более осведомлен в вопросах, там, Сержи КХ, например, как я, да, Артем Павлович более осведомлен в предпринимательской деятельности, да, что тоже немаловажно. Александр Васильевич в юридической сфере очень подкован. Поэтому мы все дополняем друг друга и, на мой взгляд, представляем перед себя очень большой комплекс, скажем так, помощников, да, жителей. Летом во время каникул волонтеры движения помогали работникам муниципального центра культуры проводить обучающие мастер-классы, увлекательные викторийные конкурсы для детей и взрослых. Движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» работает и с пожилыми людьми. Совместно с ДК были организованы паломнические туры для клуба «Золотая осень». Люди работают, видно, что у них работа есть. Ну, я думаю, что дальнейшие планы мы будем подкидывать вопросы свои, которые нас будут волновать. Ну, я очень довольна, и мои девочки довольны. Поддержку движению оказывает главный акционер «Заос совхоз имени Ленина» компания «Рота Агра». Помимо помощи в организации упомянутых паломнических туров, она предоставляет автобусы для поездки школьников в бассейн «Дельфин», оплачивает питание учеников, постоянно пополняет фонд местной библиотеки, помогает организовывать различные мероприятия. Я присутствовал здесь ровно год назад по приглашению и видел, как подписывалось соглашение с главным акционером «Сорота Агра», которая за год бесконечно поддерживает наши клубные формирования, наш дом культуры, наш центр спорта, нашу школу совхоза, которая обеспечивает всех детишек поездками, которая обеспечивает нашу школу. Как отмечают сопредседатели, этот первый год существования движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» пролетел незаметно. Накоплен немалый опыт, собрана команда, и впереди еще немало добрых и важных дел. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.